Сегодня в эфире. Документом определен перечень заболеваний, при которых нельзя стать приемными родителями, опекунами. Так, в частности, детей не доверят пациентам с туберкулезом, инфекционными заболеваниями, а также наркоманам, токсикоманам и алкоголикам. Участники общественной организации, ЕВА, давно уже пытаются отстоять право ВИЧ-положительных петербуржцев на усыновление хотя бы детей, у которых также диагностирован ВИЧ и которые обречены на сиротство и жизнь в детских домах. Почему сейчас ВИЧ-инфицированные женщины не могут усыновлять ВИЧ-инфицированных детей, читайте здесь, сейчас, ЕВА, ратуют за то, чтобы носители вируса иммунодефицита имели право на усыновление в принципе и напоминают, что ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты не передаются в бытовых условиях. В связи с этим опасения, что дети могут заразиться, не обоснованы. Что касается опасений по поводу потери родителей в раннем детстве, то и они сегодня напрасны. Они были актуальными и нашли отражение в правительственных документах в 1996 году, когда люди действительно умирали от СПИД-ассоциированных заболеваний. Тогда в мире существовало всего несколько видов антиретровирусных препаратов, а в России их не было совсем. Сейчас же только в нашей стране зарегистрировано свыше 20 препаратов для подавления развития ВИЧ у человека. Таким образом, ВИЧ уже переведен в разряд контролируемых хронических, а не смертельных заболеваний. Это давно не болезнь маргинальных слоев общества, что в свою очередь говорит о том, что ВИЧ положительные люди в состоянии обеспечить и материальную составляющую благополучия ребенка, прокомментировала содержание петиции участница некоммерческого партнерства, ЕВА, Юлия Годунова. По данным Уполномоченного по правам ребенка в России на конец 2012 года проживает 660 тысяч детей-сирот. По данным Федерального СПИД-центра, в стране живут более 650 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией и, по оценкам международных организаций, более 8 миллионов людей с вирусным гепатитом С. Многие из них являются потенциальными приемными родителями для детей-сирот, говорятся в обращении к правительству. Доктор Питер. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь!